Я хотел бы сегодня рассказать вам о том, как удерживать сотрудников, не платя им 300к в наносекунду. Да, и мы поговорим сегодня там и про обучение, и про развитие, и я расскажу о нашем опыте, как мы системно, у нас сегодня даже есть коллега, неожиданно пришел, который не даст мне соврать, ну, если я совсем буду много уходить в вранье, ты меня останавливай. Вот, давайте начнем, да, я, наверное, традиционно начну со статистики, у нас сегодня было много статистики, вначале была хорошая панельная дискуссия, где в целом, наверное, мы какую-то часть информации уже осветили, да, это вообще, что сейчас происходит на рынке России, то есть мы много об этом говорим, и вот этот вот замечательный график показывает динамику количества вакансий и количества резюме, да. Сегодня прозвучала там какая-то страшная цифра, сколько там, 9 или 8 миллионов нехватки, да, там молодых специалистов, да, как-то так это звучало, и что надо брать олдов, да. Но проблема еще в том, что и количество резюме в принципе уменьшается, да, а количество вакансий растет, да, и вот этот разрыв, он будет дальше увеличиваться. Вот еще такой слайдик тоже покажу, то, что у нас вот этот разрыв тоже растет, да, в населении, особенно в возрасте вот молодого поколения 20-29 лет. Ну, я думаю, что мы все это уже поняли, что все плохо, шеф, все пропало. Что с этим делать, да, вот с этим тоже, да, график, ну, там статистика не совсем свежая, но примерно она вот сейчас на текущий момент в том же самом виде, да, то есть у нас больше всего требуется, если брать по IT-специалистам, больше всего требуется у нас медлы, больше всего требуется синеры, лиды. А если говорить про стажеров, несмотря на то, что вроде бы, да, все понимают эту боль и страдания, что нету на рынке у нас квалифицированных специалистов, да, все это понимают, но при этом почему-то стажеров, младших специалистов, джуниоров никто брать не хочет. Вот такой вот парадокс, да, есть еще там крупные государственные там проекты при государственной поддержке, да, наши любимые тех, которые, я не знаю уже, мне кажется, уже переплюнули они 1xbet по количеству рекламы, да, каждый ролик на ютубе, ну, или на рутюбе уже, не знаю где, он сопровождается вот этим вот, приходите в нашу IT-школу, и мы вас выучим за две недели и трудоустроим. Ну, это вранье, на самом деле, я честно скажу, что я сам ходил, сам учился, ничего они не трудоустраивают. Ну, кто-то может трудоустраивать, но их на самом деле очень немного. Они действительно вас трудоустроят, известные желтые компании, не будем называть ее имя, да, она действительно вас трудоустроит, если вы дойдете до конца, но до конца обучения, но дойти до конца обучения, ну, практически невозможно, да, ну, можно долго углубляться, да, это такая холиварная тема, обсуждать, как сейчас обучают в нашем IT-техе, но могу сразу сказать, что очень трудно устроиться, пройдя обучение в IT-техе, получив там образование, очень трудно устроиться, на своем личном примере, там, своих близких могу это авторитетно заявить. Ну, давайте, собственно, много говорим про проблемы, давайте подумаем, как ее решать. Да, вот еще иллюстрация, что происходит на рынке, да, несмотря на то, что проблема есть, джуниоры нам все равно не нужны. Или вот такое еще вот у нас, такая иллюстрация, да. Кто у нас есть, да, ну, вот примерно вот такие вот люди у нас сейчас к нам приходят на собеседование. Мы, как HR-ы, это очень хорошо ощущаем. Да, кстати, вопрос, а вы откуда вообще? Ну, кто у нас из IT? Поднимите руки. Из IT, да, есть у нас люди, прекрасно. Ну, вот из HR, да, есть один человек, а есть человек, не отозвавшийся. А вы откуда? Из HR. А, вы просто решили это, вдруг прокатит. Хорошо. Супер, ну, тогда вот те, кто в HR, наверное, так или иначе, ну, доносится эхом, наверное, на совещание, что, ой, господи, у нас никого нету, нету людей. Ну, то есть, проекты появляются, импортозамещение, все дела, а брать делать некому, потому что, ну, нет нужных людей на рынке. Да, я сегодня хотел бы поделиться с вами опытом и, может быть, дать несколько шагов о том, как можно, в принципе, подойти к решению этой задачи. То есть, попытаться, как на эту проблему можно посмотреть и как потенциально ее решить. Давайте подытожим, да. А вот сейчас, на данный момент, Минцифры декларируют, да, что 700 тысяч человек в дефиците. Ну, понятное дело, что эта цифра очень политически, да, выверенная. То есть, мы понимаем, что, скорее всего, она другая, эта цифра, потому что есть исследования аналитические, которые я уже видел, и там, в общем-то, цифры ужасающие. То есть, к 2025 году есть прогноз, что до 5 миллионов IT-специалистов будет в дефиците. Это связано, там, понятно, с событиями, там, февраля 2021 года, да. Это связано с множеством факторов, с оттоком специалистов, да, это связано с уходом компаний и все остальное, да. Но факт то, что вот этот разрыв, он будет дальше увеличиться, и проблема будет усугубляться, да. Ну, конкретно могу сказать про наш банк, что у нас сейчас на данный момент 800 плюс вакансий. К следующему году количество вакансий вырастет примерно до 2,5 тысяч. То есть, это огромное количество вакансий, которые пока, честно говоря, не знаю, можно говорить или нет, мы пока плохо понимаем, как их закрывать. Наверное, можно сказать. Мы пока плохо понимаем, как их закрывать вот просто обычным подбором и рекрутментом. Кто во фокусе внимания, да, разработчики, наш любимый бэкэнд, фронтэнд, в большинстве пинар бэкэнд, тестировщики, правоспечения, да, системные аналитики, ну и наш любимый инфобес, который является почти везде узким горлышком. Не дает, даже если у вас хорошая, крутая команда, вы ее собрали, но вы натыкаетесь на то, что у инфобеса банально нет ресурсов. Итого, да, давайте подытожим. Блин, почему он не работает, да? Тут должны были вылазить тезисы. Ну ладно. А, это все объясняет. Хорошо. Итак, компании испытывают острый дефицит в IT-специалистах. Согласны с этим? Есть несогласные? Давайте так. Если кто-то не согласен, можно высказаться. На рынке много специалистов низкого уровня, которые никому не нужны. Ну, наверное, тоже так или иначе это чувствуется, да, что очень много резюме вот этих вот джуниоров каких-то, которые считают себя сеньорами. Ну, я бы, наверное, добавил, что на рынке много специалистов низкого уровня, которые не считают себя специалистами низкого уровня. И которых вообще не считают специалистами. Вот так, да. Хорошо. Мудрая мудрость. Лучше, было уже сегодня звучало, Лучше удержать, чем найти новое, это дешевле точно. Ну и собственно, если мы удержать не можем, ну хотя бы давайте попытаемся эту экспертизу как-то сохранить, как-то оцифровать ее, оставить ее в компании, чтобы максимально безболезненно ее передать. Давайте поговорим о том, как удержать эксперта, услышав все это. Начнем с этого вопроса. Интересные новые проекты. Да, интересные новые проекты Саша предлагает. Но это очень абстрактно. Интересные новые проекты. Мы говорили о том, что мы действительно можем горизонтально его перемещать. Развивающие проекты. Развивающие проекты, да. Хорошо, да, да, да. Но мы уверены в том, что он точно хочет развивающего проекта. Нет, ну кому нужно развитие на самом деле. Если человеку не нужно развитие, а просто больше денег, то он, наверное, пойдет искать больше денег. Да, да, возможно, возможно, да. Может быть, да, и как раз неправильный тезис у меня в начале презентации. Может быть, стоит 300к в наносекунду платить ему. В три раза заплатить. Там 3x, 4x, 5 минут уже. Там 20 написано. Вот. Может быть, и так, да. Но давайте так. Я расскажу несколько шагов о том, как это делаем. Стараемся делать мы. Пытаемся делать мы. Мы, безусловно, здесь не сеньоры, да. Мы пытаемся эту модель выстраивать. Мы пробуем и исследуем ее. И вы можете тоже к этому как-то отнестись. Да. Первое, конечно же, это контролировать анбординг. Ну, избитая тоже тема. Нужно контролировать анбординг. Потому что сам по себе специалист, ну, даже если возьмете его, даже если вы заплатите ему миллион рублей, вряд ли, если вы его бросите, ну, он может выплывет, может не выплывет. Как это, давайте, конкретно прикладные механизмы, как это делаем мы. У нас есть специальный трек анбординга. Это тоже сегодня звучало, наверное, не новая история. У нас есть определенные этапы анбординга. На каждом из этапов анбординга он под присмотром наставника должен загрузить определенные артефакты, сделать определенные практики, получить определенную оценку компетенции. Вот наставник за этим присматривает, да, чтобы это происходило, это происходило правильно, регулярно. И есть еще куратор программы, который следит за тем, чтобы наставник за этим присматривал. Вот такой вот, как в том анекдоте. Такая программа позволяет нам действительно смотреть, контролировать, чтобы, ну, стажер не был хотя бы как минимум брошен, да, чтобы правильно оценивали его эффективность, да, какие-то… Это, по сути, есть эти рэперные точки, да. Давайте второе, да. Важно определить уровень эксперта, которого вы берете к себе на работу. Почему это важно, да? Потому что если вы допустите ошибку в уровне эксперта, ну, вы либо недозагрузите его какими-то задачами, либо его перегрузите. То есть вы можете дать ему слишком сложную задачу, либо слишком простую. Прикладной пример, да. Вы берете эксперта и говорите, ты сеньор. Например, да, там, с большой зарплатой. Он приходит, но я вам скажу, что вероятность того, что он сеньор во всех артефактах, которыми он владеет и которыми он управляет, ну, это почти невероятно. Например, в нашем банке, если мы берем на рынке сеньора, то у нас он мидл, а иногда даже джуниор. Потому что он там хорошо владеет какими-то… Три минуты, господи, ну да. Потому что он действительно владеет, он неплохо там владеет кодом, он хорошо там его пишет, он там культурный в этом смысле человек, да. Но вот с постгре, например, который сейчас очень популярен, он не владеет им никак. Я тороплюсь. Мы оцениваем экспертов. У нас специально есть модель компетенции, по которой мы оцениваем эксперта. Но мы оцениваем не просто, у нас нет 360 какой-то субъективной оценки. У нас есть оценка конкретно по артефактам. Это экспертная оценка. То есть он загружает нужный артефакт, получает обратную связь от сеньора по этому артефакту. Но здесь скорее даже цель не в оценке, да, а цель в том, чтобы получить от него, от эксперта более высокого уровня, получить обратную связь, что нужно в этом артефакте докрутить и увеличить, улучшить. Вот в зеленом отмечена целевая оценка, это уровень 2. Здесь идет оценка middle специалиста. Вот то, как проявлены компетенции продуктовнера, то есть он где-то превысил, где-то вот мы видим, что он что-то уже, он выше middle плюс специалист, но где-то по каким-то моментам он пока еще middle. Вот здесь по каждому из этих артефактов, мы или практик, мы даем ему обратную связь. Дальше, да, составьте индивидуальный трек развития. Сегодня про это говорили, я обещал рассказать про техники кремниевой долины, которую мы используем, времени на это у нас нету, расскажу буквально совсем чуть-чуть. Трек развития, школа 21 уже активно использует такие штуки, когда человек приходит, мы говорим, вот ты находишься в начале пути, и дальше вот твой трек развития, вот точки, которые ты должен пройти. Он этот трек видит, у нас есть специальная платформа для этого, и по вот этим точкам проходит. На каждой точке получает обратную связь от эксперта, от синера, который именно синер в этом артефакте, а не в целом там какой-то там глобальный синер по всему, таких у нас нет. Так это выглядит у него на платформе, это в виде образовательных карточек, в которые он заходит, там есть определенный теоретический материал, вкладывает работу, получает обратную связь от эксперта в виде оценки компетенций. Интегрируйтесь в HR цикл. Вот это самое сложное, наверное, чтобы по результатам его оценки, вот этот непрерывный цикл end-to-end сотрудника от начала и до конца его карьеры, мы могли действительно менять его уровень заработной платы, его позицию, делать его middle plus, там синер и так далее. Вот это самое сложное. Сразу скажу, что мы здесь пока пытаемся об этом договориться, я считаю, что это вообще самое ключевое здесь. Если это сделать, это действительно очень хороший даст такой value, да, boost. Ну и, соответственно, последнее, да, это обязательно кастдевьте свою программу, смотрите, спрашивайте, общайтесь с теми, кто у вас учится, теми, кто у вас там в треке находится, с наставниками и так далее. Успел? Успел, но мне кажется, чуть-чуть сумбурно. Я на самом деле понимаю, о чем идет речь, да? Кто понимает, поднимите руки. Отлично, да. Смотрите, в HR цикл точно нужно это встраивать, как показывает практика. Почему это важно? Когда к вам приходит владелец продукции и говорит, я хочу стать там чиф-продуктовнером, вы должны ему объяснить, понятно, логически, почему он может стать, либо не может стать. Вы должны показать его, где он сейчас находится, и по каким показателям, по каким критериям, либо по каким артефактам он провисает. Для того, чтобы у человека было понимание того, а что же он должен сделать, чтобы он стал чиф-продуктовнером. Это действительно является очень хорошим инструментом, потому что если человеку не предоставляет правильной обратной связи, когда он приходит и хочет расти, и хочет больше зарплаты, должность, полномочия, этот человек уходит в другое место, где ему дадут это. Это действительно правильный инструмент, и как практика показывает, если в HR цикл ничего это не встроено, это работать не будет. Оно будет висеть где-то отдельно. Спасибо. Я здесь точно поддержу. Какие вопросы есть к Алексею? Леш, классный рассказ, спасибо. Спасибо. У меня к тебе пара таких челлендж вопросов. Один – это классное решение конкретной задачи, порешать, как можно с одной стороны трекать и развивать людей, а с другой стороны, как можно закрыть этот гэп с количеством вакансий. Но вопрос системный, более высокого уровня. А не думали посмотреть с точки зрения того, как сделать так, чтобы какое-то количество вакансий в принципе не открывалось? Ну, то есть, как посмотреть в корень проблемы с точки зрения, не знаю, мультифункционального обучения внутри команд, да, с точки зрения, ну, каких-то еще историй, когда боевой единицей фактически считается не единица в виде человека, который там что-то фигачит, что-то делает, порождает какие-то артефакты, а именно команда, которая, собственно, создает ценность. То есть, элементом рассмотреть элемент не как персонали, не как отдел, условно говоря, а как команда. Это один такой вопрос. А второй вопрос, если все-таки смотреть про индивидуальные треки и про вот это вертикальное развитие и углубление компетенций, что думаете про шифт из других ролей? Потому что я прекрасно знаю, что шикарные бывают кейсы, когда ребята из одного трека перескакивают. Я знаю, что бывают часто проблемы внутри организации, потому что люди держатся за своих людей, и вот эти вот переходы, они бывают осложнены, но при этом реально очень круто бывает, когда ребята в одной компетенции, например, есть переизбыток, и они с радостью шифтуются в другую компетенцию, где, например, больше денег или им просто тупо интереснее. И там бывают совершенно шикарные бриллианты просто. Спасибо. Да, спасибо тебе. Я пока ты говорил второй вопрос, я забыл первый, извини. Первый был. Поэтому отвечу на второй просто и все. Ну да, хороший способ уйти от сложного вопроса. Ну давай, сначала на второй отвечу. Ты прав. Ответ да. Дима работает в нашей компании, поэтому он знает наш бэк, так сказать. И он знает, в чем проблема. Проблема политическая у нас больше, да. Мы действительно не можем преодолеть культурный аспект, когда мы можем спокойно людей вот переводить из трека в трек, да. Я думаю, что мы, когда мы находимся в Ичаре, мы это рано или поздно преодолеем. Пока мы попробовали один раз это сделать, мы попробовали сейлов переводить в IT, вот, и столкнулись просто с невероятно огромным сопротивлением, да, очень большим политическим сопротивлением, поэтому мы эту тему аккуратненько припарковали. Но у нас есть у зампреда и председателя есть идея, что все-таки эта программа должна жить, поэтому мы к ней все-таки подберемся. А первый вопрос был в чем? Первый был вопрос в корень проблем это вот эти вот дохриллион вакансий. А удержание-то в чем, да, ты имеешь в виду? Нет, дохриллион вакансий, которые есть, есть вероятность, что тупо столько людей не надо, потому что я реально наблюдаю часто ситуацию, в которых команды формируются, открываются ставки, открываются проекты. А в чем смысл-то, зачем? Ну то есть нафига там сидит еще там 40 человек, которые непонятно какую ценность производят и непонятно какой value бизнесу дают. Если смотреть с точки зрения value, далеко не всегда найм нового человека закрывает реальную потребность организации. Часто это просто история про, ну в том числе про политическую волю, про влияние и про то, чтобы, ну часто мы можем наблюдать там раздутый штат там, где он не нужен на самом деле. Валидация. У меня нет ответа на твой вопрос. Вопрос в валидации. Честно скажу, нет, ну серьезный вопрос поднимаешь, фундаментальный. Да, в том-то и дело. То есть это системная реальная история. Ну то есть история посмотреть про валидацию того, а надо ли вообще эту вакансию закрывать сейчас? Хорошо. Я просто отвечу, как у нас это делается. Очень правильный, хороший, сложный и интересный вопрос, над которым точно нужно подумать. У нас выделяется на закрытие вакансии определенный срок. Если эта вакансия не закрылась, значит она не нужна. Да, она как бы либо передается, либо закрывается эта вакансия. И это, я считаю, что определенное правильное решение. То есть если человек, руководитель или стейкхолдер не нашел на это место за 3-5 месяцев человека, я не верю в то, что невозможно найти человека. Но возьми человека ниже уровнем, взрасти его, подсади его как шедо куда-нибудь, чтобы он рос. Дай ему определенный промежуток времени, чтобы он подрос. Ну как бы если у тебя горит взади, ты пойдешь и найдешь себе как бы вариант. Но если ты не находишь, значит как бы это не так важно. То есть вот как у нас человек сидел над запросами, изменениями, ченджами, там 900 запросов, да, и как он верифицировал, что важно, что не важно. Когда человек, который приходит с этой проблемой, приходит раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять раз пришел, он говорит, это важно, это реально горит. Мы берем вот это изменение, да, чендж, и его берем в работу. То же самое и здесь. Не закрылось, люди не приходят, не ищут, ну как бы значит не так и болит. Можно закрывать. Ну да, средний срок вакансии может быть там вообще до 12 месяцев, и у нас таких вакансий может быть по тысячу, понимаешь? Ну просто, да, действительно так, но кажется, что это палка о двух концах, да, то есть понятно, что это поиск баланса, но мысль про какую-то верификацию и валидацию с точки зрения того, а как померить вот те найденные люди. Если мы меряем чисто их утилизацию, условно говоря, в часах, да, мы не получим понимания того, а сколько value они принесли. При этом есть понимание, что, например, когда мы это спускаем на уровень команды, и когда мы рассматриваем команду как единицу организации, то тогда мы реально можем посчитать value, которую поставила эта команда, потому что мы не можем посчитать value конкретного разработчика, это нереально просто, да, но мы можем посчитать value, которую принесла команда, как продукта. Плюс мы можем еще посчитать пропускную способность команды, да, и это тоже немногие делают, очень мало, на самом деле, даже в одной и той же самой компании известное подразделение, которое делает, а которое не делает, которому легче открыть вакансию, нанять людей, пусть они там что-то делают, работают с гипотезами, пока что-то там не выстрелит. Это тоже такое есть, да. Спасибо большое, друзья. Да, вот вопрос еще, да. Два вопроса, три. Но быстрые. По очереди буду, чтобы не забыл. Первый. Не задумывались. Окей, вот эти планы персонифицированной развития, он проходит как по дорожной карте, наращивает экспертизу, вы в него выдаете какие-то материалы, книжки, которые он должен освоить, прочитать, что думаете вообще на тему какого-то внутреннего университета, либо какой-то более контролируемой системы наделения знаниями людей внутри компании? У нас уже есть, у нас по десяти направлениям, по пяти направлениям уже открыты школы, прям системно, где мы готовим разных уровней специалистов, начиная там со студентов и заканчивая middle специалистами, там по бэкэнду, по тестированию и так далее. А? Тринадцать? Ну может, я просто здесь целый день, может появилось три. Следующий вопрос. Люди, которые не особо хотят развиваться, значит ли это, что и удерживать их особо не стоит, и они не предметы этой дискуссии? Ну здесь вообще вопрос раскрытия потенциала, вы такой подняли, да, важный. На самом деле, если человек, ну как бы, ничего, как вы сказали, ничего не делает или не стремится, не стремится, возможно, он просто находится не на том месте. Ну то здесь, вот здесь коррелируется с тем, что Дима сказал, да, что здесь надо попробовать этого человека посмотреть, там, дать возможность ему, да, проявиться на другой позиции, да, но это вопрос опять-таки культурный. Есть ли в компании культура горизонтальных перемещений? Ну я считаю, что там, ну как бы, либо человек совсем выгорел, да, тогда да, тогда скорее всего с ним нужно расставаться, либо просто человек находится не на том месте, тогда нужно попробовать в другом месте. Плюс еще один вариант, мы сегодня эту тему тоже обсуждали, что есть люди, которым комфортно, они эффективны на этом месте, но нет желания, мотивации развиваться. Ну просто закрытые есть такие люди, вот я эксперт, я же эффективный, поэтому лучше для них создать вот такое пространство, которое позволит им безопасно работать, выполнять свою работу эффективно, и как бы он же закрывает задачу, да, его не трогают, и он тебе не трогает, не приходит, не больше за пауту, придет попросит что-то, ты ему будешь, давай развиваться, и он пойдет назад, не, не хочу развиваться. Это тоже на самом деле очень комфортная целевая аудитория, с которой нужно уметь работать, создавать для этого условия безопасности, да. Сейчас, сейчас, да. И последний, вот с такой продвинутой системой мотивации развития, что чаще всего указывают в экзит интервью, почему уходит? Ну, на самом деле здесь, знаете как, нету каких-то особых отличий от всех остальных, то есть проблема та же самая, я же говорю, что мы эту историю пока пытаемся политически встроить в HR цикл, именно как раз потому, что это основная проблема ухода большинства специалистов, то что люди говорят, что они, нет прозрачного понятного карьерного роста, например, сейчас запрос от студентов, ну, как молодые специалисты, которые мы слышим, они хотят понимать свой трек развития, он должен быть для них прозрачный, как в финансовом, как в организационном смысле, уже через там три месяца они хотят понять, куда они там, как они продвинутся, то есть для них вот это ключевой критерий, если компания этого не дает, то мы можем через три месяца уже такого человечка потерять, особенно если ты звездочка, да, таких сейчас очень много. Вот про барьеры еще хотела поговорить, да, с какими барьерами еще работаете по поводу ротации, да, услышала про там стейкхолдеров ключевых, а что еще, чтобы вот эта культура мобильности, она действительно заработала и дала свои плоды? Барьеров очень много, я даже не знаю, с чего еще начать, да, ну, наверное, основной барьер, ну, это культурный барьер, я говорил про него, говорил про него, да, культурный барьер, то есть сама компания, наверное, еще, ну, есть руководство, да, есть там локомотивы в лице топ-менеджеров, которые понимают, что условно там молодая кровь, молодые специалисты нужны, они интересны, но есть люди на местах, руководители, которые считают, что, ну, блин, а зачем мне брать молодого специалиста, я лучше синера год подожду, вот это, это самый частый тезис, который у нас звучит, да, с которым мы сейчас столкнулись, это очень болезненная для нас история, когда мы говорим, возьми молодого специалиста, попробуй, он говорит, нет, я подожду годик, у меня проект запаркован, а локации на него не происходит никакой, с меня ничего не спрашивают, вот проблема, когда у руководителя в IT, с него ничего не спрашивают, когда он может позволить себе создать какой-то вот этот вакуум для своих проектов, туда выгрузит своих там 100-500 проектов, они у него лежат там и как бы есть у него не просят, тогда он вообще превращается в такую амебу, которая ничего не интересна, он спокойно сидит, ну, как бы и делает то, что он делает. Вот сейчас мы пришли к тому, что мы поставили KPI, мы поставили KPI руководителям в IT на подбор, вот такое вот изящное решение, и это сработало, да, то есть сейчас руководители в IT приходят ко мне и говорят, слушай, а на рынке-то нет никого? Я говорю, да, мы с тобой уже говорим об этом много лет. Он говорит, и что делать? Я говорю, ну, давай попробуем студентов. Он говорит, ну, а точно получится? Я говорю, ну, я ему рассказываю, как. Я даже смотрю, что они смотрят на меня по-другому, они смотрят на меня с интересом уже, они говорят, а вот что, слушай, а у нас такое есть? У нас есть школа? ДКН, да? Я говорю, да. И твои люди в ней у меня преподают. Он говорит, классно, давай попробуем. И вот очень хорошо этот KPI сработал. Советую всем. А вот здесь в продолжение хотел поделиться, на самом деле, определенным опытом с этой проблемой тоже в команде, но столкнулись уже достаточно давно, она не нова, там, последние, наверное, лет 10-8 точно. И тоже сначала вот была ситуация, давайте подождем, ждали, искали эти все алмазы, при этом, ну, команда достаточно требовательная была к компетенциям, к человеку, то есть старались, ну, как бы первых попавшихся условно лишь бы взять, не брали. Долго страдали, года два назад все-таки дозрели до того, что давайте, как бы, сделаем некую кузницу. Как результат, сейчас могу подробнее чуть рассказать, но это было, наверное, самое шикарное решение. По факту, где-то спустя год, если не ошибаюсь, я, правда, через какое-то время как раз ту компанию покинул, ну, как бы общаясь, интересно было, мне ребят сказали, что где-то через год порядка 60% вакансий было закрыто именно вот из этой некой кузницы. Сделали очень просто, там, вот этот стандартный роль, типа, младший специалист, у нас не разработка, а поддержка IT, инфраструктуры. Вот, и все, минимальный входной порог, одной из основных была четкая программа, полтора года, при этом с текущих айтишников собрали вот как раз всю ту работу, которая уже квалифицированным, ну, неинтересно, что-то такая рутина. Да, да, достаточно рутина, но что еще не автоматизировали? Они с удовольствием этим поделились, а для молодых специалистов, ну, самое оно, они как раз не просто сферические кони в вакууме, они где-то теорию изучают, а их прям сажают, говорят, смотри, первые полгода, вот тут теоретическая база, а вот задачки. Через полгода ты должен перейти на следующее, и четко сформировано, что либо через полтора года ты должен уже ведущим уйти куда-то в профильное подразделение, и тебе, ну, точнее, тебя готовы там должны взять, либо, сорян, но как бы мы будем прощаться. И основным еще одним моментом, учитывая вот опять-таки же тех самых джуниоров, которые считают себя сеньорами, основным ракурсом было то, что, товарищ, это твоя возможность, хочешь, у тебя есть возможность, через полтора года, ну, как бы оказаться там, бери, не способен взять, извини. И реально, ну, просто там, потом, причем эта инициатива была снизу с технических, как подразделений, и чары через там полгода, там, год в восторге просто были, тоже подхватили, стали помогать. И, безусловно, это, кстати, что важно, привязали каждые полгода, соответственно, человек растет, прям четко уже прописаны изменения. То есть человек прям знал, ну, как будет в том числе меняться его и финансовое состояние. Это круто. Ну, да, 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 да. Нет, они, то есть есть минимальный порог, достаточно такой, ну, тестированный, на входе не способен, сорян, иди дальше баталь. Он поступает, он получает хорошие деньги, ну, то есть, как бы нормальное для джуна, с учетом, что это сейчас по всей России. И прелесть в том, что спустя, ну, там, первые несколько циклов очереди стали выстраиваться. То есть, если мы раньше ходили по рынку, искали в борьбе, то сейчас у нас, ну, как бы там у коллег на входе появилась очередь вот этих джунов, они притаскивают своих друзей, знакомых, еще, ну, то есть, и у нас, наоборот, у нас, ну, как бы не хватает возможностей. Да, у нас, кстати, тоже такой был опыт, мы просто брали студентов последних курсов, заводили к нам на программу обучения, и мы еще платили им за это. То есть, мы говорим, типа, есть Яндекс, там, и все остальные, которые говорят, платите нам за обучение, да, а мы говорим, мы вас обучаем системно в течение, там, года на программе бэкэнда, и мы еще платим вам за это зарплату. И, ну, воронка огромнейшая просто создалась, и мы из них действительно могли выбирать самых лучших ребят себе. Друзья, спасибо вам большое, извините, нас уже всех приглашают в общий зал на закрытие конференции. Большое всем спасибо, все большие молодцы, ура!